Дельцы, меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас снова приветствовать на своем канале. В текущем видео по традиции будем делать тороскоп, но уже на мае 2018 года. Работать мы сегодня будем с чудесной колодой универсальная фантастическая торо. Как всегда, я выложу шестозийцы, которые расскажут о общей атмосфере месяца, какие события наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, вечной жизни. Вы получите совет от карт, как вам провести этот месяц наиболее продуктивно. Напоминаю, что расклад является общим, он для широкой аудитории, поэтому, безусловно, проиграется не для всех. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя и дату рождения, и будем смотреть, о чем же нам говорят карты. Так, общая атмосфера. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, общая атмосфера месяца. Что же у нас здесь падает? Королева мечей. Ну, по королеве мечей, смотрите, либо это ваш, скажем так, холодный рассудок и рост вашего профессионализма, либо же в целом влияние каким-то образом на одну из сфер жизни женщины-представительницы воздушной стихии. Воздушные стихии. Это у нас близнецы, весы или водолей. Или же карты могут указывать на женщину свободную, одинокую или вдову. То есть женщина, которая каким-то образом может оказывать воздействие на вас в мае месяце. Ну, скажем так, во всех аспектах. Помимо всего прочего, если не брать этот аркан как персональный, да, а рассматривать в целом, то здесь у вас будут, знаете, как ясный ум, развитые ваши аналитические способности, которые вы будете применять для благоустройства своей жизни. Ну и в целом, как вы, знаете, резкость, может быть, по отношению к другим людям, близким, либо в целом к вашему окружению. Потому что здесь королева мечей она в принципе не располагает каким-то сентиментальным отношением, либо сентиментальному общению. То есть будете достаточно резки, холодны, но, скажем так, немножечко воинственно настроены. Давайте смотреть, что вас ожидает в плане работы. В плане работы по Жезлов, ну это замечательный аркан, потому что это карта начинания, карта плодотворного сотрудничества. Для многих это будет заключение каких-то договоров или контрактов. В целом это может также касаться работы по переписке, то есть через интернет, либо, вот, скажем так, работа на расстоянии. Вместе с тем эта карта дает потенциал и говорит о том, что ваше дело находится в каком-то таком вот полузародочном состоянии, то есть вы уже сделали какой-то стартап, тем не менее свой проект вы не доразвили до конца. Поэтому этим и будете заниматься непосредственно в мае месяце. Что вас ожидает в плане финансов? Так, в плане финансов у вас падает перевернутый жрец. Но однозначно о росте доходов здесь говорить не приходится. В целом жрец даже в прямом положении он не говорит о росте доходов. Здесь, скорее всего, будут неизбежные траты. Траты эти могут быть связаны с отдыхом, потому что жрец это все-таки карта внутреннего духовного мира, да, то есть вы будете либо тратиться в свое удовольствие, а именно отдых, путешествия, литература, либо все то, что вам приносит внутренний комфорт и гармонию. Единственное, что поскольку жрец перевернутый, он чаще всего указывает на какие-то лженаправления. Поэтому не особо спешите раскрывать свой кошелек и тратиться, ну, скажем так, на те вещи, которые, по сути, вам потом могут оказаться не так уж и необходимы. Что вас ожидает в плане здоровья? Давайте смотреть. В плане здоровья у вас здесь падает четверка кубков. Это в целом карта какого-то эмоционального застоя, депрессии или хандры. Это может быть эмоциональное, либо физическое выгорание, какое-то истощение, когда вам действительно нужен отдых, нужно возобновление вашего состояния. Либо это в целом период восстановления после какой-либо, ну, скажем так, болезни, либо какого-то кризиса, то есть переутомления. Что вас ожидает в плане личной жизни? В плане личной жизни у вас падает Туз Пентакли. Карта шанса, карта удачи, карта победы, потому что Туз Пентакли – это в целом, ну, крайне благоприятный аркан. Если вы одиноки, то это шанс, что вас заметят. Это новое знакомство, это в целом социум. Даже посмотрите, вот здесь изображен дирижабль, да, где много людей. То есть вы видите люди. Это может быть знакомство, конечно, и в соцсетях, потому что здесь много общения по максимуму. Причем люди будут воспринимать вас в каком-то ином. Знаете, таком вот необычном даже для вас свете. То есть вы будете крайне привлекательной, крайне, знаете, вот такой интригующей личностью. Если вы состоите в паре, то это, скажем так, более продуктивное развитие ваших отношений. Если вы находились в ссоре, это однозначно будет ситуация примирения. Если у вас был любовный треугольник, то здесь однозначно сделают выбор в вашу сторону, в вашу пользу. Поэтому здесь месяц вообще крайне конструктивен и продуктивен. Кстати, для многих это может еще отыграться, как беременность, потому что Туз Пентакли тоже очень часто извещает о пополнении деторождения. И в целом сайт от карт, как наиболее продуктивно провести вам месяц, здесь падает двойка Пентакли. Ну, это карта выбора, карта сомнений, карта каких-то внутренних перипетий, душевного раздрая. Здесь, как говорит Аркан, взвесьте все за и против и сделайте какой-то основательный и окончательный выбор. Примите какое-то решение, отбросьте все ненужное и знаете как, с глаз долой и сердце вон, и вам станет жить легче. Избавьтесь от всего ненужного. И тем более карты в этом месяце вам благоволят. Тем более посмотрите на Королеву Мечей. Это та женщина, которая все отсекает без сожалений. Возможно, май месяц вас к этому и подведет. Вот таким у нас вышел месяц. Описывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Буду вам крайне признательна за обратную связь. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, мои контакты вы можете найти по ссылкам под этим видео. Но я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok